Приветствую вас на канале Девайс! В этом видео я покажу вам ультрабюджетный компьютер без видеокарты стоимостью 20 тысяч рублей, который я собрал к распродаже 2022 года. Эта сборка прекрасно подойдет для офисных задач, серфинга в интернете, просмотра различного видеоконтента и даже не слишком требовательных игр. Собираете новую систему? Тогда загляните в описании к этому видео, где мы оставили промокод с приятной скидкой, а также ссылки на все комплектующие нашей сборки, перейдя по которым вы сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Поехали! Хочу начать с фундамента любого компьютера материнской платы. Для нашей сборки я решил взять компактную и функциональную Gigabyte H410M S2H V3 первой ревизии. Эта модель может похвастаться высокопродуктивным сетевым контроллером, который может автоматически распределять ресурсы, обеспечивая самый высокий приоритет для конкретного приложения. Также хочу отметить наличие одного слота N2, что позволяет установить высокоскоростной твердотельный накопитель. Помимо этого есть 4 порта SATA. Что же касается оперативной памяти, то под нее выделено 2 слота, а максимальный поддерживаемый объем составляет 64 ГБ. Не могу не упомянуть high-end аудиоконденсаторы, которые обеспечивают действительно реалистичное и в целом более качественное звучание. Одним из главных достоинств данной модели является поддержка технологии SmartFan 5, которая обеспечивает более благоприятный температурный режим без ущерба производительности. При помощи термодатчиков, которые размещены на плате средствами SmartFan 5, можно легко контролировать работу каждого вентилятора. Чипсет Intel H510 поддерживает все процессоры Intel 10-го поколения под сокет LGA1200. Можно с уверенностью сказать, что это добротная игровая материнка, и если вы захотите добавить в свою систему видеокарту, то вам не придется искать альтернативу. Хотите разбираться в компьютерах и быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал Девайс, также не забывайте кликать по колокольчику, чтобы моментально узнавать о выходе наших новых видео. В качестве процессора я решил выбрать Intel Core i3-10100. Это четырехъядерный восьмипоточный камень, базовая тактовая частота которого составляет 3,6 ГГц, а в режиме Turbo она достигает 4,3 ГГц. Эта модель достаточно широко применяется в офисных и домашних компьютерах универсального класса. Она обеспечивает комфортные условия при использовании большинства приложений. Также хочу отметить, что данный процессор имеет 6 МБ кэш-памяти L3, а объем кэш-памяти второго уровня составляет 1 МБ. Помимо всего прочего, стоит упомянуть встроенную графику Intel UHD Graphics 630, которая очень хорошо зарекомендовала себя в не слишком требовательных играх. Ее даже можно сравнить с дискретными видеоадаптерами начального уровня. Этот процессор поддерживает оперативную память типа DDR4 с максимальным объемом 128 ГБ. Его TDP составляет 65 Вт. За охлаждение данного камня отвечает боксовый кулер, мощности которого более чем достаточно, а еще он весьма тихий. Я не вижу большого смысла в применении башенного кулера, потому что его мощности будет слишком много. К тому же это не тот процессор, который в данной конфигурации способен сильно нагреваться. А что вы думаете об этой модели? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Что же касается оперативной памяти, то я остановился на одной планке Patriot Memory Signature Line объемом 8 ГБ. Конечно же, если вы собираете ультрабюджетный игровой компьютер без видеокарты, как бы странно это ни звучало, желательно задействовать две планки оперативной памяти, чтобы они работали в двухканальном режиме. Это повысит не только производительность самой памяти, но и встроенного графического ядра процессора. В результате вы получите более мощную систему. Но есть одно но. Материнская плата, о которой я уже рассказал выше, имеет только два слота под оперативную память, поэтому я решил ограничиться одной планкой на 8 ГБ. Чтобы пользователь смог в будущем добавить еще одну такую же планку, существенно увеличив как объем памяти, так и производительность компьютера. Что же касается модели, которую я выбрал, то она нередко встречается в офисных, домашних и доступных игровых компьютерах. Также она хорошо подходит для рабочих станций начального уровня. Ее эффективная тактовая частота составляет 2666 МГц, что позволяет организовать передачу данных со скоростью 21,3 Гбит в секунду, которой более чем достаточно для большинства профессиональных приложений обычных задач и гейминга. От себя еще хочу добавить, что производительности этой планки целиком и полностью хватит для большинства компьютеров на процессорах Intel от 6 до 12 поколения и AMD Zen, Zen 2 и Zen 3. В конце отмечу, что скромное напряжение питания в 1,2 В обеспечит минимальное тепловыделение чипов, что очень важно для слабо вентилируемых сборок. В качестве единственного накопителя я решил использовать SSD Patriot Memory P210 объемом 256 Гб. Кому-то этого объема покажется мало, кому-то вполне хватит, а кому-то даже много. Важно понимать, для хранения чего будет использоваться накопитель, а потом уже выбирать самый оптимальный объем. Я остановился на выбранном варианте, в том числе и по той причине, что он идеально вписался в наш бюджет. Этот твердотельный накопитель имеет интерфейс SATA 3, он построен на бюджетном контроллере и классической 64-шаровой флеш-памяти 3D TLC NAND производства Micron. Данный SSD ориентирован производителем в сторону бюджетного сегмента, но даже при невысокой стоимости он обеспечивает пятикратное ускорение системы, если сравнивать с обычным жестким диском. Что же касается скоростей, то они здесь традиционные для современных SSD-накопителей, которые работают по шине SATA 3. Скорость чтения достигает 500 Мбайт в секунду, а скорость записи в лучшем случае составляет 400 Мбайт в секунду. Данная модель вполне подойдет и любителям игр. Справедливости ради стоит отметить, что она не слишком-то отстает от высокоскоростных NVMe-накопителей. Также обязательно нужно учитывать, что скорость работы этого SSD со случайными блоками не такая уж впечатляющая, поэтому для работы с условными базами данных или компилированием это не лучший вариант. Я считаю, что при выборе блока питания не следует экономить, потому что от него напрямую зависит стабильная и безопасная работа системы. Даже в условиях ограниченного бюджета, как у нас, стоит обратить внимание только на проверенных производителей. Так что я решил остановиться на блоке питания от Zalman мощностью 400 Вт, чего более чем достаточно для нашей сборки. Данный блок питания полностью отвечает современным требованиям. За охлаждение его компонентов отвечает один 120-мм вентилятор. Среди основных особенностей я хочу выделить стабильное питание по общей линии плюс 12 Вольт, безопасную работу благодаря технологии двойного прямого преобразования, соответствие стандарту ERP-LOT 6, мощность в режиме ожидания 1 Вт, наличие термостойких высококачественных конденсаторов, вторичную защиту компьютера от недостаточного и чрезмерного тока, а также перенапряжения. Большая длина кабелей процессора и питания делают эту модель очень удобной при сборке системы. Также не могу не отметить международную сертификацию уровня электромагнитных помех и безопасности. В общем, если слишком сильно не вдаваться в подробности, то это весьма надежный и безопасный бюджетный блок питания, который идеально подходит для нашей конфигурации. Напоследок я оставил корпус. Важно, чтобы он был функциональным и без проблем вмещал в себя все комплектующие, а также обеспечивал эффективный воздухообмен. Корпус M-ATX Filum T05 черного цвета прекрасно подходит для нашей сборки. Эта бюджетная модель совершенно не бросается в глаза. Она выполнена в строгом дизайне и с достаточно качественной стали. В данный корпус без проблем влезет материнская плата форм-фактора микро-ATX и блок питания форм-фактора ATX. Его вес составляет 2 килограмма. Конечно же, выбор корпуса – это также и дело вкуса, но не стоит забывать о его прямом назначении. Поскольку у меня весьма ограниченный бюджет, я выбрал вот эту модель. Но ни в коем случае не могу сказать, что пожалел о своем выборе, так как данный корпус замечательно справляется со своей задачей. А теперь я перехожу к тестам. Давайте посмотрим, какие показатели количества кадров в секунду в выбранных мной играх на определенных настройках графики в разрешении 1280 на 720 пикселей показывает собранная мною система. Конечно же, стоит сделать скидку на то, что в данной сборке нет видеокарты. Как видно из тестов, в популярные и далеко не самые легкие игры на таком компьютере вполне можно играть. Особенно в CSGO, где показатель количества кадров в секунду на низких настройках графики является более чем комфортным. Конечно же, установка даже бюджетной видеокарты способна существенно увеличить плавность геймплея. На этом я заканчиваю. Огромное спасибо за внимание. Если вы задумываетесь о покупке именно такого компьютера, советую воспользоваться нашим промо-кодом, чтобы получить приятную скидку. А ссылки на все комплектующие, как обычно, вы найдете в описании к этому ролику. Делитесь своим мнением в комментариях по поводу нашей сборки. Если видео вам понравилось, не стесняйтесь ставить лайки. Также не забывайте подписываться на канал и кликать по колокольчику, чтобы моментально узнавать о выходе наших новых роликов. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok